Деньги Мы хотим жить комфортно Увы, но бич Христиан 21 века Мы хотим жить комфортно И деньги уже не средство, а цель А что сегодня цель? Это есть предмет поклонения А что есть предмет поклонения? Это есть идол И деньги могут стать предметом поклонения В жизни верующих людей В скобочках стать мамоной О котором говорил также тот самый апостол Люди, страдающие серебролюбием Другими словами, любовь к деньгам Они не могут молиться чисто И сегодня вы можете исследовать свою молитву У этих людей в голове во время молитвы Мысли о делах Мысли о сделке, которая будет сегодня или завтра У этих людей в голове мысли о том А как же мне погасить кредит? А как же мне погасить то? Что вера, она начинает ломаться Потому что появляется вот эта вот Вот эта вот уверенность уже И доверие не на Бога А на то материальное, которое сегодня есть у Него И следуй сегодня свою молитву Нет ли сегодня в твоей голове Вот этого вот Чисто ли сегодня твоя молитва или нет? И нам, как верующим людям, нужно бодрствовать Нам, как верующим людям, нужно всегда стоять в проломе Как говорил вчера пастор Что когда человек стоит в вере Когда человек стоит в молитве Ему все возможно Все возможно не только верующему Но стоящему на коленях пред Богом Молящемуся Ему Апостол Павел Послание к римлянам В 14 главе Говорит еще такие слова Царство Божие Церковь Ковчег Заключается не в пище и питье А в праведности В мире и в радости Которая дает Дух Святой Кто так служит Христу Тот доставляет радость Богу И заслуживает Одобрение у людей Кто так служит Христу Тот так доставляет ему радость Джон Уэсли однажды сказал Такой лозунг для верующего человека Зарабатывай все, что можешь Копи все, что можешь Раздавай все, что можешь Что есть праведность? Праведность невозможно заработать Не раздавая Тем, кто тебя сегодня окружает Праведность Божия Это и есть следование за Христом Но при том действие Которое заключается в раздаче В раздаче того, что сегодня дает Бог твою жизнь Богатство Этимология этого слова Богатство Дар Божий Бог дал Бог дал Все, что нам сегодня есть Все, что у нас сегодня есть На счетах Наших жизней Это дар Божий Мы должны это помнить всегда И бодрствовать В своем следовании за Христом Невозможно Не раздавая Иметь богатство Праведное И сегодня у вас есть такая Прекрасная возможность Подтвердить свою праведность Вот в этом Мельчайшем действии Которое мы можем совершить В финансовом служении Мы собираем эти финансы Для того, что Царство Божие Оно росло здесь в этом городе Для того, чтобы Евангелие Иисуса Христа Оно распространялось в этом городе И давайте мы не будем Скупы на даяние Давайте мы будем бодрствовать И не будем привязаны К этим деньгам Будем бодрствовать Потому что Христос хочет Чтобы мы имели Богатство праведное В своей жизни Давайте встанем сейчас с вами Давайте коротко помолимся Дорогой Иисус Мы приходим к Тебе Как к истинному Нашему Господу и Спасителю И мы просим Тебя Дорогой Дух Святой Чтобы Ты дал нам возможности Всегда бодрствовать В своей жизни Как людям веры Чтобы мы могли всегда Господь делами Подтверждать свою веру Я прошу Тебя, Отец Чтобы Ты каждому дал Своё водительство Чтобы каждый старался Быть праведником В лице Твоём В Твоих святых очах Чтобы каждый был Щедрым даятелем В Царстве Твоём В Доме Твоём Для детей Твоих Во имя Иисуса Христа И мы привносим сегодня Этим утром Наши финансы И мы их Сеем их Во имя Иисуса Христа Сеем их Для славы Божьей В Царство Божие И просим Тебя Дух Святой Чтобы Ты Вел нас В нашей финансовой жизни Я благословляю Каждого Кто сегодня Сеет здесь На этом месте Каждого Даятеля Благословляю И прошу Тебя Господи Воздай Во всех сферах жизни Во имя Иисуса Христа Доверяем Тебе Своей жизни Иисус Веди нас Господь Святый Веди нас И направляй Аминь Желаю Пусти Тебя Желаю Уметь Настоимый Я вижу Передо мной Христов Вижу У Тебя Своей Мы видим Тебя Болг Наш Перед собой Печальник Наш Вселитель Наш Наш Бог Вечный Всемогущий Пусть славит Вся земля Старцы Пусть кладут Перед тобой Свои венцы Пусть будут Петь тебе Что-то Своей венцы Пусть Ангелы И церковь Склонятся Пред Тобой Старцы Все Кладут Пред тобой Свои венцы Идут Пусть Ангелы Ангелы Ты достой Славы Ты достой Всех Всех Сотворение Славы Всех Ангелы И церковь Старцы Старцы Свои венцы Свои венцы Ты достой Славы Ты достой Всех Сотворение Себя Сотворение Для Себя Ты достой Славы Славы Ты достой Славы Всех Ты достоин Славы Всех Ты достой Мой Бог Состоит Сотворение С Тебя Сотворение Для Тебя Ты достой из славы. О, Иисус, пусть Твой народ чтит Тебя Не только словами, а делами. Ты говоришь, если я Господь, то где мое уважение? О, Иисус, неужели сможем до конца понять, что Ты сделал для нас, чтобы ничего не щадить для Тебя? Чтобы петь постоянно. С нашего сердца. Синяя ночь, ночь и день, пусть лёд захвала. Синяя ночь, ночь и день, давай твои руки сейчас простирай к небу, скажи. Синяя ночь, ночь и день, пусть лёд захвата. Синяя ночь, ночь и день, пусть лёд захвата. Я не устану петь! День и ночь, ночь и день Пусть лёдся хвала День и ночь, ночь и день Пусть лёдся хвала День и ночь, ночь и день Пусть лёдся хвала День и ночь, ночь и день Ты достоин славы всех, ты достоин славы всех, да, сотворение от тебя, сотворение для тебя, небо поет со мной, ты достоин славы. Ты достоин славы всех, ты достоин славы всех, да, сотворение от тебя, сотворение для тебя, ты достоин славы. Давай, церковь, только вы, ты достоин славы всех, достоин славы всех. Все творение от тебя, все творение от тебя, ты достоин славы. Спасибо тебе, Господь, мы превозносим твое святое имя, Иисус, мы поклоняемся только тебе, даятель жизни, но, Господь, отворение от тебя, ты сидящий на престоле, тебе поклонение всех народов, славы, ты достоин, ты достоин славы всей, ты достоин славы всей, но, Господь, все творение от тебя, все творение от тебя, ты достоин славы всей, ты достоин славы всей, ты достоин славы всей. Все творение от тебя, все творение от тебя, все творение от тебя, ты достоин славы всей, все творение от тебя, все творение от тебя, все творение от тебя, ты достоин славы всей, все творение от тебя, все творение от тебя, ты достоин славы всей, в том. Драгоценный Господь, мы благодарим Тебя, что Ты дал нам привилегию быть в Твоем доме, в Твоем доме, где есть твой хлеб, Твое присутствие, Твои объятия, где Твоя исцеляющая сила Святого Духа действует настолько глубоко, Что меняет наше мышление, характер Ты изливаешь свой елей на наши раны Даешь нам силу прощать Силу служить Идти за тобой Куда бы ты ни направил нас Спасибо за понимание Что наша жизнь достаточно ограничена во времени И мы не будем здесь на этой земле вечно Однажды каждый из нас Каждый человек на этой земле Оставит свой земной путь Предстанет пред тобой Всевышний Владыка И те, кто открыли свое сердце для тебя И приняли тебя своим Господом и Спасителем Войдут в вечное утешение В твои небеса Где каждому из нас ты приготовил обители Господь Спасибо тебе Что милость твоя сопровождает нас И обновляется над нами каждое утро Спасибо тебе Что ты держишь крепко нас за руку Спасибо, что прощаешь нам наши ошибки И грехи И даешь нам милость Любить тебя Любить тебя Больше всего, что есть в этой жизни Спасибо тебе Я хочу держаться за тебя, Господь И в это утро обновить свое сердце В своей любви к тебе Любви к твоему народу К твоей церкви К избранным твоим И заплатил за них свою цену Своей драгоценной жизнью Спасибо тебе, Иисус Я благословляю моих братьев и сестер И всех, кто пришел впервые Я высвобождаю на них благословение Пока они в твоем доме Пока они в поклонении пред тобой И в слышании слова Все, что тяготит Все, что приносит какое-либо ограничение Боль, долги, проблемы Пусть все решится Во имя Иисуса и даже больше Как ты сказал Что ты делаешь не сравненно больше О чем мы просим или помышляем Дом Божий Это лучшее место Для нашей безопасности И нашего роста И да будут благословены их дома Да будут благословены их источники Да будут благословены их родители Да будут благословены их детки И все их родственники Во имя Иисуса да будут благословены Тебе одному Мы поклоняемся в это утро И одному открываем свои сердца Тебе Наш Царь и наш Бог Отец Сын И Дух Святой Вся Церковь Ковчег Скажет Аминь 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 Дом Божий Это лучшее место Для каждого из нас Дом Божий Это дом нашего созидания Это дом нашего возрастания Это дом Где мы встречаемся С нашим Небесным Отцом И однажды Закончится все И даже эти прекрасные стены Чудесные Привычные стулья Все закончится И закончится не в погибель нашу А в наше вечное Неизменное Непрекращающееся Счастье В небе Там будут лучшие стулья Там будет лучший свет Лучшее здание Там будет все лучшее Потому что Все что мы делаем Все что мы держим Все на чем сидим Приготовили руки людей С любовью Заботой Как могли Но там Все делал Иисус Своими руками Для тебя И меня Потому что Любит А не потому что Заработали Благословите Ближнего своего Скажи Любит тебя Не потому что Ты заработал Не потому что Достоин А любит Безусловной Любовью От всего сердца Я хочу Поприветствовать Всех наших Дорогих друзей Нашему сердцу Которые смотрят Наши трансляции На канале Вера 24 Доброго утра Благословения вам Мы Благословляем вас Из дома Господня Знаем Что Если у вас была бы Хоть какая-то возможность Быть вместе с нами Вы были бы здесь И Нас не разделяют Километры Потому что Наше сердце Принадлежит вам Верим Что и ваше Вместе с нами Да благословит вас Господь Аминь Конечно же Я Сегодня В особом трепете И переживании Потому что Чувствую и вижу Как Божий почерк Вот что-то так Немножко изменил И на этом месте В это утро Должен был стоять Начальствующий Епископ Эдуард Анатольевич Дай ему Бог здоровья И даже пастор Так хорошо подчеркнул К сожалению Не он Это Достаточно Возвышает И конечно Смиряет Потому что Во-первых Придает ответственности Потому что Чувствую сегодня себя Как Елисей Идущий за Илей И это Огромная ответственность Сделать так Как будто бы Никто ничего не заметил И когда Закончится служение Вы бы могли сказать Эдуард Анатольевич Молодец Сила Благодать Мудрость Благословение Умножение И не потому Что непосредственно Он бы стоял здесь А потому что Мы как Российская церковь Как команда Служителей Делаем что-то Не в человеческую славу Тем более В свою Мы делаем Вместе То Что угодно Богу Поддерживая руки Тех Кто идет Впереди нас И для меня Честь И привилегия Сегодня в это утро Сказать что мы В правильной церкви В правильном Учении При правильном Руководстве И подотчетности И дай Бог Чтобы таких людей Как Эдуард Анатольевич Было Намного Больше Аминь Бог дал мне Такое слово На сердце Я верю Что Оно Благословит И меня И тебя Это Это слово Я назвал так Несколько Откровений Об одном Пепле Несколько Откровений Об одном Пепле Книга Левит Шестая Глава Восьмой Стих И ниже Библия Говорит И сказал Господь Моисею Говоря Заповедай Аарону И сынам Его Вот закон Всесожжения Всесожжения Пусть остается На месте Сожжения На жертвеннике Всю ночь До утра И огонь Жертвенника Пусть горит На нем И пусть Священник Оденется В льняную Одежду Свою И наденет На тело Своё Льняное Нижнее Платье И снимет Пепел От всесожжения Который Сжег Огонь На жертвеннике И положит Его Подли Жертвенника И пусть И пусть Снимет Снимет Себя Одежды Свои И наденет Другие Одежды И вынесет Пепел Вне Стана На чистое Место И как написано В тексте Священного Писания Вместе Скажем 3-4 И Не угасает И пусть Священник Зажигает На нем Дрова Каждое Утро И раскладывает На нем Все сожжения И сожигает На нем Тук Какой Жертвы Мирной Жертвы Огонь Непрестанно Пусть Горит На жертвеннике И не Угасает Вот Представьте Себе Как Дух Божий Повелевает Моисею Передать Откровение Аарону Его Сынам Людям Которые Служили В скине В самой Сердцевине Божьего Присутствия Да-да Мы с вами Не в Ветхом Завете Да-да Мы с вами Понимаем Что Всемогущий Всевышний Бог Не находится Уже в каком-то Особом Ковчеге Или месте Или в храме Или где-то еще Любой человек Призывающий Имя Господня Из всех Племен И народов По всему Лицу земли Как только Призовет Его Бог сразу Могущественно Духом Святым Наполняет То место Своим Присутствием И мы не живем В каких-то Ограничениях Библия говорит Где двое Или трое Собраны Во имя Мое Там и Он Посреди нас Мы можем Проводить Богослужения Сегодня в разных Местах Независимо Ни от чего И слава Богу В нашей Богом Спасаемой стране Мы еще имеем Такое позволение Или на улице Или на площади Или в каком-то Арендном месте Но я желаю Церкви Ковчег Города Сочи Свой Молитвенный дом Помещение Благословение Умножение Недвижимость Пусть Бог Снимет все Ограничения Пусть придут Финансы Пусть придет Благодать На приобретение Своей Собственности Для служения Второе Конечно сегодня Нам нет необходимости Приносить Какие-то Специальные Жертвы Как это было В Ветхом Завете Ну например В Ветхом Завете Было понятие Или откровение О нескольких жертвах Одна из ключевых Жертв Это была Жертва повинности Жертва за грех Ровно Неделю назад Мы с вами Восклицали Ликовали Праздновали И говорили По всей нашей Богом спасаемой Стране Христос воскрес Христос воскрес Христос воскрес И мы имеем Полное право Продолжать Говорить Эти истины Ежедневно В каждый Воскресный день И на любом месте И даже Самый последний Стоящий спиной К Богу Библии Атеист В этот день Всегда Говорит Воистину воскрес Он единородный Сын Божий Который полное Право имел Просто наблюдать Со стороны Как мы здесь Барахтаемся В своей гнилой Испорченной Вечно мертвой Природе Но он Он стал Он стал По виду Стал Как человек Он не остался На небе Он Принял Эту Участь И эту Привилегию Заплатить И выкупить Нас Из царства Тьмы И ввести в царство Возлюбленного Но сейчас Мы уже читаем Текст Сына своего Иисуса Христа И Бог Отец Эту жертву Принимает И сегодня Мы не приносим Жертву За грех Сегодня Есть разные Народности Которые продолжают Это делать На специальные Праздники И они приносят И овнов Кто-то приносит Другие какие-то И овощи В разных Культурах По-разному Но мы имеем Откровение Что за нас Уже Заплачено Мы имеем Отпознание Из Библии Что это Лучшая жертва На все времена Во все поколения Потому что Христос Который висел На кресте Перед тем Как испустил Дух сказал Свершилось Свершилось Это значит Состоялось То что было Определено Еще задолго До этого Видимого события Бог искупил Нас И сегодня Нам прощены Грехи Как мне жалко Людей Которые ходят Под бременем Грехов Как мне жалко Людей Которые Сегодня Отвергают Не верят Не принимают Говорят Я не чувствую Я не понимаю А зачем А как И почему Вы знаете У нас в Омске Богом спасаемой И заплатил Положил Не унес домой Не увез на дачу Но положил Здесь Для каких-то Будущих людей Которых ты Не видел в глаза Это не твоя Классная руководитель Это не твои соседи Вечно любящие тебя Не родственники Это просто Человек Которого ты Никогда Может быть И не увидишь Но в сердце Что-то родилось Сделать что-то Доброе Для других людей Но какая радость И смотришь Как один человек Подошел А правда Можно Можно А они нормальные Нормальные А они просроченные Непросроченные А можно взять одну Можно А можно две Конечно Есть другие люди Он просто подходит На написано Бесплатно И он подходит Раз Раз Как раз за раз Взял И опустошил Я думаю Наши земные корзины Милосердия Могут истощиться Но благодать Которая пришла Через Иисуса Христа Хватит на все народы И на все племена Черпай Бери Наслаждайся И делись Другими людьми В этом тексте Священного Писания В Левитам Шестой главы Показана история О священниках Которые ежедневно Должны были делать Одно и то же И первое Откровение о Пепле Я назвал его Откровение о чувствах Откровение о чувствах Вы знаете Вся наша жизнь По большому счету Она переплетена С нашими чувствами Ощущениями Мировосприятием И многие люди Ради чувств Которые им понравились Ради повторения Подобных событий Переживаний Эмоциональных Этих встрясок Они готовы Пойти на все Кто-то ради чувств И ради повышения Вот этого адреналинового состояния В своих эмоциях Готов пойти на самые Суперэкстремальные Жизни И смерти Граничащие Ситуации Кто-то берет И прыгает на вагоны И едет стоя И он просто Молодежь Они у них такой фан Они просто встали Едут Едут Поезд качает Они стоят Одни снимают Другие Раз Электричество Раз Триста восемьдесят Разряд Исчезла жизнь Человека Ради ощущений Ради чувств Человек Который подверг Свою жизнь Экстремальному Состоянию Перебарщивает Настолько Что теряет Саму жизнь Ради которой Он хотел найти Подпитку Я своим деткам Говорю Будьте Настолько Аккуратны Жизнь Хрупкая Штука Если ты даже едешь На велосипеде Или едешь На скейте Я не прививаю Никому страх Я за развитие Но я скажу Что когда Бог Призвал нас И дал нам Святого Духа Он не сказал Теперь Я отключаю Твои мозги Я абсолютно Не поддерживаю Молодежь Которая Занимается Экстримом Граничащим С потерей Собственной Жизни Я понимаю Что такое Когда ты хочешь Кому-то что-то доказать Может быть Доказать Самому себе Я сам по себе Очень сильно Вот не люблю Холодную Супер Прихолодную Воду И сильно Боялся высоты В свое время И мне было Стыдно Что я боялся Высоты И как вы думаете Где нам дали Квартиру первую Которую папа получил На самом девятом Этаже Где я ходил Ровно по коридору Посередине Не уклонившись Ни влево Ни вправо Не дай Бог Мне говорили Пойдем на балкон Посмотри Какие птицы Я сказал Я отсюда Нормально вижу И вдруг Я понимал Страх Я понимал Неправильно Что-то не то Я решился Я поехал В наш парк В городе Омске В этом парке Стояла Парашютная Вышка Я был абсолютно Один И я подумал Или сейчас Или никогда Я забрался На самый 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 Верх Мне было Так страшно Что я понял Что это билет В один конец Но что-то должно было Произойти Взломаться Внутри Я помню Как я повис На двух руках Закрыл глаза Открыл глаза Вишу Думал А могу ли на одной Повисел на одной Повисел на другой Подтянулся Спустился И подумал Слава Богу Высота Это же целое Откровение Прекрасно Сегодня я конечно же Никогда больше Не буду залазить На парашютную вышку Не буду висеть Нигде на одной руке Не буду ходить По краю И не буду заниматься Никаким экстримом Дабы доказать Кому-то что-то Или доказать себе Ценить надо Жизнь Анализировать Свою безопасность И никогда Не потакать Чувству С какой-то Внутреннего Несостоятельности Чтобы кому-то Что-то доказывать Я абсолютно Против И я вижу Как люди На основании Поиска эмоций Чувств адреналина Летают Бросают Там я не знаю Что там только не происходит Кто-то за ноги Что-то себе привязывает И улетел Ну каждый ищет Свою подпитку Посмотрите Откуда вообще люди взяли Ну наркомания Алкоголизм Откуда все это Когда человек там Ну какую-то Замахнул стопку Потом вторую Потом третью Потом мало Потом еще А потом вся жизнь Ушла в трубу Демоническую Развалилась семья Потеря здоровья И все остальное Наркомания Понятно что корень Это похоть И это грех Да и аминь За этим стоят демоны Но как человек Разгоняет в себе Эту систему Он что-то начинает делать Он что-то начинает делать А потом мало Потом надо больше А потом еще больше А потом конца края Нет Передозировки И когда ты идешь По кладбищам Ты видишь Как насколько Молодые люди Они просто умерли Слава Богу За церковь Иисуса Христа Преимущественно Евангельское братство Которые Десятками тысяч Спасли жизни Парней и девушек Посвятили жизнь свою Этим людям На которых уже сказали Потеряны Могила исправит Не исправит Уже ничего не исправит Все Иисус Христос Исправит У него Достаточно благодати Откуда берется Всякое Сексуальное извращение Откуда В это время В которое Время просвещения Время такого Знаете Мы такие все Порядочные Красивые Образованные Прекрасно Посмотришь на некоторых людей Выглядят красиво Все хорошо Но если зайти За кулисы Некоторых людей Откуда взялось Развращение В рамках Мужчина с мужчиной Живут Женщина с женщиной В некоторых странах Сейчас На законодательном уровне Снижают планку Восемнадцатилетия Чтобы можно было Жениться И на тех Кому четырнадцать лет Откуда взялась Педофилия Насилие Разврат Откуда Все это Откуда Кто-то Где-то С животными Целуется Обнимается И даже Апостол Павел Писал О скотоложниках Вы думаете Границ Ешь Наслаждайся Наслаждайся Живи Вдоволь И можно взять Любую сферу И когда я смотрю На некоторых пасторов Такие грустные Они Один брат Мне сильно Крепко доказывал И говорил А что А что нам осталось Пить нельзя Курить Нельзя Он не женатый Причем еще Обниматься Целоваться Ни с кем В церкви нельзя Пастором Служил Брат Вина Чуть-чуть Как бы Там можно Он как бы Чуть-чуть Там Не в рамках России Там у нас Одна из Дочерних Церквей Была И там Один из Братьев Он такой Интересный Он всегда Такие Супер Компрометирующие Какие-то Мысли Впрыскивал Вино А я ему Не смотри Как оно Искрится А я не смотрю Говорит Мы так Себя Выставляем Жертвой Ради Похотливых Своих Идей Конечно Себя Жалко Ты же Пастором Служишь Ты же Бога Любишь У тебя Люди Ненормированная Жизнь И постоянно Дабы Покрыть Свои Эмоциональные Поиски Тебе Надо Как-то Загладить Свои Вот эти Эмоциональные Немощи Желудок Там Начинает Болеть У тебя Вино Где-то Там Или еще Что-то Закончилось Да я Сейчас За ними Пойду Верните Зрителей До свидания Дорогие Братья И сестры Ну что Я могу Сказать Дорогие 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 Дорогие